Добрый день, друзья. Продолжаем нашу серию про Бургундию, и сегодня поговорим о Пулини-Мон-Роше. В этом видео я расскажу, почему все в один голос превозносят Пулини-Мон-Роше, то в этой деревне такого сверхъестественного. Сравним заодно с другими коммунами Бургундии. Поговорим о стилистике вин. Вы узнаете, какие участки в Пулини-Мон-Роше лучше других, а где вина дешевле. Я подробно разберу все без отключения участки, включая все 17 премьер-кью. Я также расскажу о том, каких виноделов лучше всего покупать. Дам свои рекомендации для каждого участка. Подробно остановлюсь на двух грандах Пулини-Мон-Роше, это Домен Лефлев и Этьен Созе. И также поделюсь с вами, кто же сегодня восходящие звезды Пулини, на каких виноделов стоит обратить внимание. Мон-Роше для меня в том числе и личная история. Когда-то давно, осознав, что вино становится серьезным увлечением, я поступил в винную школу. И на первой вводной лекции преподаватель рассказывал об уникальности терруара на примере одного винного региона. Было довольно сложно понять, как несколько метров между виноградниками дают громадную разницу между винами. А различия стоимости различаются просто на порядок. Этот пример мне запомнился на всю жизнь, а вместе с ним название той маленькой бургундской деревушки. Речь шла о Пулини-Мон-Роше. И заодно я узнал, что там создают без преувеличения лучшее в мире белое вино. Пред вами фотография, которую я взял из Google Maps, чтобы проиллюстрировать вот то самое место, где на маленьком перекрестке встречаются участки совершенно разной категории. Вы видите Вен-Веню Батар-Мон-Роше, это участок Гран-Крю. Справа Депусель, это участок уровня Премьер-Крю. И два участка уровня коммунального, так называемого, виляжного, которые находятся буквально друг на против друга. Стоимость этих вин может действительно отличаться в 10 раз между винами Гран-Крю и винами уровня виляжного, коммунального. Пули-Мон-Роше это очень красивое место. Я решил поделиться с вами несколькими фотографиями прекрасными. На этой фотографии видно, как поднимается холм, на котором расположены участки Гран-Крю. И еще одна прекрасная фотография, на которой открывается прекрасный вид на самый главный виноградник Шардоне, это Мон-Роше. И вот над ним, немножечко поднимаясь вверх, где градус наклона увеличивается, это еще один участок Гран-Крю Шивали-Мон-Роше. Ну, давайте поговорим немного о самой деревне Пули-Мон-Роше. Это деревушка, в которой частично или полностью расположены 4 из 5 белых Гран-Крю региона Бурбунь и Кондебон. И сразу хочу отметить, что при очень высоком классе Премьер и Гран-Крю вина коммунальная, биляжная, немножечко уступает своим соседям. Сама деревушка Пули-Мон-Роше довольно скромная по размерам, она сама меньше среди своих соседей. Деревушка Мерсо – это 340 гектар под лозой, а Шасамин Мон-Роше, другой сосед, примерно 430 гектар, то есть ровно в два раза больше, чем Пули-Мон-Роше, который занимает всего лишь 215 гектар. У Пули-Мон-Роше Премьер и Гран-Крю занимают доминирующее положение на центральной части склона холма. Это совершенно обычная стандартная картина для Кодор, но в Пули-Мон-Роше это особенно заметно. В этой части просто нет биляжных вин. Все они расположены либо на вершине, либо у подножия холма. Высокий уровень грунтовых вод вместе с глубоким верхним слоем почвы у подножия холма несет в себе ряд особенностей, причем не самых положительных. Обилие влаги в жаркий год дает риск распространения плесени, а в холода – дополнительные риски заморсков. И только в исключительно засушливые годы влага является спасением. Чем же отличается стилистика вин Пули-Мон-Роше от своих соседей, также очень известных коммун Мерсо и Шесани-Мон-Роше? Прежде всего классические Пули-Мон-Роше – это волшебная точность и точного букета. Эти вина обычно намного тоньше, чем вина Мерсо или Шесани. Кроме этого, в винах Пули-Мон-Роше присутствует такой стальной минеральный хребет, который просто пронизывает вина насквозь. Часто, когда мы описываем вина Пули-Мон-Роше, мы используем такую характеристику, которую очень сложно описать словами или дать ей какое-то четкое определение. речь идет о том, что мы часто называем породой, то есть вина породистая. Что это такое объяснить довольно сложно, это, скорее всего, можно только почувствовать. Но когда речь идет именно об ощущениях, то вы либо чувствуете эту породу, либо вы ее не чувствуете. Я уверяю вас, что попробовав вина Пули-Мон-Роше, вы эту породу, скорее всего, почувствуете. У лучших образцов соседей Леш-Со и Шасани-Мон-Роше эта порода тоже, безусловно, присутствует, но она не столь ярко выражена и не такая основательная, как в Пули-Мон-Роше. В остальном Пули-Мон-Роше часто проявляет цветочные ароматы с нотами цветущей акации, ароматы плодовых фруктов, особенно фрукты, у которых при цветении белые цветы, например, такие, как яблоко, груша, белый персик. Когда вина сделаны в жаркие спелые годы, то профиль Пули-Мон-Роше смещается в сторону более желтых фруктов, желтого персика, например. С возрастом вина Пули-Мон-Роше приобретает более выраженный медовый характер, но всегда Пули-Ми, как визитная карточка Пули-Ми, это такая породистая, пронзительная, немножечко нервная, напряженная кислотность. Вообще говоря, вина уровня бляжного, коммунального Пули-Ми, наверное, переоценены. То есть при прочих равных вина коммунальная в Мерсо и Шассани-Мон-Роше при одинаковой стоимости, наверное, будет немного интереснее. Или даже справедливее сказать, что вина примерно одинакового по уровню качества в Мерсо и Шассани будут значительно дешевле. Ну, здесь прежде всего, наверное, играет фактор знаменитости силы бренда Пули-Ми, который, по сути, взвинчивает вина на стоимость на виляжные вина. Конечно же, известность Пули-Мон-Роше прежде всего приносит вина статуса Premier Cru. Виляжные вина достаточно простые, хотя среди них тоже можно найти интересные образцы и прежде всего у интересных, качественных производителей. И здесь я, как всегда, пользуюсь своим правилом. Кто смотрит мои видео, наверное, уже с этим правилом знакомые. Достаточно простое. Я прежде всего выбираю любые вина. Я прежде всего отдаю предпочтение виноделу. Во вторую очередь я смотрю на терруар, откуда, с какого участка, с какого места происходит вино. И в самую последнюю очередь обращаю внимание на винтаж, на год урожая. Именно в такой строгой последовательности. Поэтому, выбирая вина виляжного уровня Пули-Мон-Роше, я, конечно, прежде всего буду обращать внимание на их производителя. И название участка Льеди в данной степени для меня будет, наверное, все-таки второстепенно. Перечислил все участки коммунального уровня и указал несколько виноделов, которых имеет смысл попробовать с этих конкретных участков. Если говорить о наиболее интересных участках вина виляжного уровня, стоит попробовать, стоит поискать, то я бы, наверное, выделил три участка. Это достаточно самый большой участок виляжный. Это лес Энсеньер, который находится практически под участком Гранд Клю. Вот я сейчас мышкой показываю на экране. Достаточно большой участок, девять гектар. И здесь огромное количество серьезных виноделов производят вина. Ну, наверное, из тех, что стоит попробовать поискать, это Оливье Летлеф, это Романе. И, безусловно, если у вас достаточно средств, и вы готовы выложить порядка тысячи евро за бутылку, вы можете попробовать вина Дамена де Авина, Мадам Эль-Руа. Еще одним интересным участком коммунального уровня является участок Ле-Леврон, который находится чуть севернее, ближе к Комуни-Версо, по соседству с Лешар. Ле-Леврон дает довольно неплохие результаты. Можно поискать вина, виноделов, которые я указал на слайде. И третий участок, который бы я порекомендовал, это Этрезан. Это самый, по сути, высокий, расположенный выше всего участок в Пулинимаше, который географически относится к деревушке Блани, вот здесь. И Шардоне отсюда довольно интересная, очень легкая, минеральная. В жаркие годы дает тоже интересные результаты. Предлагаю двигаться дальше в сторону Premier Crew. В Пулинимаше всего 17 участков категории Premier Crew. И эти участки можно логически разделить на зоны. Первая зона, о которой я хотел бы поговорить, это зона, географически относится к деревушке Блани. Здесь действует довольно простое правило. Все белые вина, то есть вина Шардоне, производимые географически в Блани, классифицируются как Пулини. А красная вина имеет свой статус Блани, Premier Crew, Руж. По стилистике вина в Блани, наверное, самые легкие среди белых Пулини. Первый участок Premier Crew, о котором бы я хотел рассказать, это Судопьи, который находится в правом верхнем углу на карте. Этот виноградник статуса Premier Crew, и этот виноградник расположен выше всех участков Premier Crew во всем Кодор. То есть это самый высокий пример Crew. Вина здесь получаются очень легкие, в которых совершенно нет никакой насыщенности. Это такое самое тонкое исполнение Пулини Монроше. Лучший пример Crew – это Ле Шарюмон. Площадь чуть меньше 6 гектар, и он также включает в себя такой маленький участочек, который называется Су-Ле-Кортиль. Довольно редко вы встретите его на этикетках. Скорее всего, виноделы предпочтут на этикетке указать более известное название Ле Шарюмон. Также, как и остальные участки, например, Crew и Блани, отличаются достаточно таким легким телом, очень выраженной яркой кислотностью. Эти участки расположены все-таки на верхней части склона. Высота над уровнем моря порядка 300 метров. Вы видите здесь маленький такой кусочек зеленого цвета, что свидетельствует о том, что эта часть классифицирована не как пример Crew, а как Village. И причина тому – в 1977 году был пересмотрен статус этого участка, и вот этот маленький кусочек был деклассифицирован, потому что считается, что верхний слой почвы там был искусственно нанесен. И похожая история находится… Такая же история над другим участком, о котором мы поговорим, о фалатьях. Ле Шалемо – сравнительно недорогие вина в категории Пулини Маграши, например, Crew. Средняя стоимость на рынке. Я здесь хотел бы подчеркнуть, что за среднюю стоимость я беру среднюю стоимость в Европе. Европейская розница без учета НДС. В среднем по Ван Сетчеру – это где-то 80 евро. Наверное, наиболее интересная вина от домена Matro, который находится в Мирсо. Также вы, возможно, найдете на полках магазинов вина с этого участка от крупных мегациантов, но они, наверное, не столь интересные, чем Демен Матро. Двигаемся дальше. Такой разделенный для части участок, к примеру, Крюля Трухье. Два с половиной гектара общей площадью. Также относится к географически, к плане И. Они тоже находятся на вершине склона, чуть выше 300 метров над уровнем моря. Здесь у Датрухье участки принадлежат нескольким очень значимым, классным виноделам Кунини, поэтому вы легко найдете интересное вина. И стоимость, отчасти потому, что здесь серьезные виноделы, несколько выше, средняя по рынку – это где-то около 100 евро. Я думаю, что можно смело брать вина Экен Созе, вина МТ, совершенно разные по стилистике. Об этих виноделах я поговорю, расскажу чуть-чуть позже, но можно себе взять замерку. И последний участок вот этого северного, прошу прощения, вот такого высокогорного расположения в Блани – это очень известный участок, к примеру, Шамган. Он почти 11 гектар. Площадью расположен 360 метров над уровнем моря. То есть, по сути, это практически макушка склона. Поэтому вина, расположенная так высоко, не ищите в них какой-то мощности, высокой концентрации. Это вина, которая призвана быть легкими, фруктовыми, даже более цветочными, с выраженной акцентированной кислотностью, минеральностью. Довольно тонкие, можно сказать, деликатные. И наиболее интересные результаты получаются в такие теплые солнечные годы, когда ягоды набирают достаточно зрелости. Здесь целое созвездие сверстных виноделов, которые производят вина с этикеткой Шамгян. И, что интересно, стоимость найти вина в среднее не такая кусачая. То есть, где-то в среднем 90 евро без МТС можно найти вина от серьезных производителей. Здесь можно смело рекомендовать легоцианта Оливье Лифлеф. Также можно поискать доменовские вина от Гранда, Кен Созе, ПЮА-СЕМ, Клэрид Калмэрэ, Комтэлафон, также Франсуа Карьон. То есть, в принципе, точно есть из чего выбрать. Следующая группа участков премьер Крю. Их можно объединить такой общей чертой, что они находятся на границе с деревушкой Мерсо. Они примыкают непосредственно к участкам Мерсо. Самый, скажем, участок премьер Крю, который находится чуть выше по склону и граничит с Мерсо, это Шан Кене. Его площадь в 4 гектара, и он включает в себя тоже такой маленький анклав, который называется Ле Жаклёд. Стилистически отличается от предыдущей группы премьер Крю, здесь также в силу более высокого расположения акцент на яркую свежесть, а не на мощность, но при этом насыщенными винами. Вот здесь также в этих премьер Крю присутствует чуть больше концентрации. Возможно, они уступают в высшей лиге, например, Крю Пули и Монароше в насыщенности. И здесь также можно найти и вина от ведущих производителей, таких как Жак Крайон, Этьен Сузе, Романе. Стоимость коллегицы где-то в районе 100 евро без НДС, что в целом где-то сейчас, как пример, двигаясь вниз по карте или, скажем так, на восток по сторонам света. Также известный участок премьер Крю, который можно смело отнести к высшей лиге, то есть к лучшим участкам премьер Крю в Пули и Монароше, это Лекомбет. Также сравнительно большую площадь занимает, где-то 6,8 гектара. Здесь стилистически, наверное, объединяется вот все самое интересное. Здесь, с одной стороны, есть яркая, характерная для пулемии кислотность, свежесть. При этом здесь довольно много от Мерсо. Здесь я прежде всего имею в виду такую насыщенность, мощность и такую классическую минеральность. То есть вот сочетая лучшие особенности Теруара Пули и Мерсо, они здесь сосредоточены все вместе, и я считаю, что Лекомбет это совершенно классный премьер Крю. Здесь очень много присутствует вин от лучших производителей, тот же Лефле, тот же Кен Созе. Я, кстати, хотел бы отметить также Жак Привьор. Я думаю, что довольно интересный вино здесь получается у этого производителя. И любопытно, что один из грандов красных вин на Коденуи, на Дамандюжак. Здесь также делает свое белое вино на этом участке, что довольно редко, и эти вины любопытно попробовать. Стоимость этого вин от этого участка премьер Крю довольно высока, то есть средняя стоимость 120 евро без МДС. Понятно, что от лучших виноделок эта стоимость будет значительно выше. Мерсо, это Ле Рефе, 5,5 гектар, но стилистически этот участок довольно заметно отличается лучше слой глины. Наверное, нарушая пример Крю, более мощное, наиболее насыщенное. То есть мощное вино, которое имеет огромный потенциал для хранения. Я думаю, что эти вина можно легко открывать через 15-20 лет после сбора урожая, и они будут в такой приятной зрелости. Здесь также все те же обычные подозреваемые Тьен Созе, Жак Каррион, Оливье Лефлеев. Если бюджет позволяет, обязательно попробуйте вино от Арно НТ, от очень известного винодела, который не так много виноградников, если не ошибаюсь, всего около 4 гектар, а на 4 гектарах они работают, и стоимость вин от Арно НТ достигает таких заоблачных высот, то есть Лерефер, в районе 800 евро сейчас на рынке. При этом средняя стоимость вин с этого участка даже от серьезных наделов будет где-то до 100 евро, в районе 95 евро без НДС. Двигаемся дальше, и следующая часть Пулин Мороше, это центральная часть, которая достаточно самая большая по площади, здесь целый набор участков Премьер Крю, у них довольно разная стилистика, мы сейчас об этом поговорим, и хотел бы начать с самого большого участка Премьер Крю, который называется Фолятие, он 17,5 гектар общей площадью, при этом он состоит из нескольких Льёди, то есть из нескольких участков и составных частей, это И Фолятие, Ошанье, Пебуа, Оля Рюшарт, и всю такой большой площадь этого Премьер Крю, здесь, безусловно, есть определенная вариативность, в том числе и стилистики, я бы сказал, что те участки, которые расположены возможно чуть ниже на одном уровне с участками Гранд Крю, Шеваль, Манраше и Манраше, вот на этом уровне получаются наиболее интересные варианты в Палатье, те участки, которые расположены чуть выше, туда, ближе к Глани, они могут уступать, могут быть мелья, мелья, более насыщенными, но однозначно Палатье для меня это высшая лига Премьер Крю и Манраше, даже невзирая на эту вариативность, здесь огромное количество совершенно классных и вообще если говорить про стилистику, многие соглашаются в том, что это по сути квинтэссенция Паллини Манраше, то есть когда мы говорим о том, а что же такое классика Паллини Манраше, то вот скорее всего вот такой хрестомативный вкус, аромат вы найдете в винных с участках Палатье. Здесь можно смело выбирать между огромным количеством классных пиноделов, здесь бы я тоже отметил, что еще один представитель севера Коденуи Домен де Ламре производит белое вино с этого участка. Средняя стоимость Палятияр достаточно высока, наверное, один из самых дорогих по стоимости зависит, я думаю, прежде всего из-за такой распространенности и силы бренда Палятияр, то есть в среднем 125 евро без НДС, при этом я думаю, что если мы посмотрим на стоимость вин от ведущих, производитель будет еще выше. Интересная история с Фалятияр на карте, обратите внимание, есть тоже такой зеленый участочек, что говорит о том, что это не пример Крю, это уровень Веляж, и так же, как в истории предыдущей, этот участок был деклассифицирован в силу того, что здесь носные почвы, и хотел бы сделать такой зум-ин, приблизить вот эту часть и поговорить о том, собственно, кто здесь производит вина, и вы видите, что вот этот маленький кусочек, который на карте такой зелено-желтый, все вместе это, повторюсь, называется Оля Реша, здесь Бенуа Энте и Этьен Созе, их участки находятся на территории Премьер Крю, и они производят вина, на этикетке которых будет у Созе просто фалатикер, а Бенуа Энте он отдельно отмечает, что это вино Оля Реша, и здесь участок парсель номер 102, он уже относится к виляжному уровню, то есть это не Премьер Крю, именно здесь заканчивается граница Премьер Крю, и начинается виляж, это 102-ой парсель принадлежит мадам Безаверва, ее семейному домену Деу Вене, и это самое дорогое виляжное вино, в пуле не точно, возможно, во всей Бургундии, вот недавно я смотрел стоимость, она превосходит 1000 евро, вот для сравнения, что от лучшего вина, даже стоимость виляжного вина может уходить за 1000, в чем. И Луи Жадо также имеет здесь небольших целых два парселя под номером 105 и 106, при этом довольно интересная история с Луи Жадо, у них есть вино с доменовской этикеткой, которое называется Премьер Крю Калатье, при этом у них, насколько мне известно, нету собственных участков именно в Премьер Крю, единственный участок, который им принадлежит, он находится здесь, но это однозначно зона коммунальных виляжных вин, и откуда у Луи Жадо такая этикетка, мне лично непонятно, пусть остается загадка и останется на их совести. Следующий участок Премьер Крю, который находится чуть ниже по склону под Фалатье, это Клавуен. Этот участок интересен тем, что практически всю площадь занимают лозы, принадлежащие легендарному домену Олефлэд, и непопытно, что это один из первых доменов, который начал экспериментировать с биодинамикой в начале 90-х и своей такой испытательной площадкой они как раз выбрали пример Крю, Клавуен, где они проводили первые эксперименты с биодинамикой, которые впоследствии оказались очень успешными, поэтому если говорить о винах или флэд этого участка, то можно быть уверен, что они дольше всего возделываются в биодинамических принципах. Здесь состав почв более тяжелый, чем у соседей с северной южней или на карте слева-справа, то есть более тяжелый, чем в Пуссель или в Перьер, и поэтому стилистически эти вина такие немножечко чуть более тяжеловатые, может быть, немножечко лишены того изящества, которое есть у соседей, потому что нужно понимать, что все-таки это такая сердцевина, середина склона на одном уровне с Grand Cru, но вот такая вот заметная разница в составе почвы, при тяжести, она придает этим винам, лишая той деликатности, элегантности, которая присуща их соседям. Чуть больше 100 евро и можно найти вина как раз Синдомен в основном вина этого производителя вы найдете с этикеткой Клову-Йон, они будут примерно в такой стоимости 85 евро плюс МДС. И двигаясь дальше, Ле-Перьер большой участок, всего 8,5 гектар, но интересно, что практически половину Ле-Перьер занимает такой монопольный анклав, который называется Кло де-Ле-Мушер и он принадлежит очень известному производителю Андре Байло, который находится в Берсу, на таких монопольный участок и это очень известное вино в Пурини-Мон-Роше, я однозначно рекомендую вам его попробовать, думаю, что достаточно много поклонников и оно как раз знаменито тем, что этот участок географически находится в Ле-Перьер, вообще название имя Ле-Перьер это означает, это справедливо для других участков, которые есть в Бургонии с таким же названием, огромное количество таких маленьких камней, которые есть на винограднике, и вот они как раз придают такую особую легкость и минеральность вином. И любопытно, вот если вы проглядитесь, посмотрите на карты, то увидите, что здесь есть такой маленький белый кусочек, то есть где отсутствие виноградники и вот казалось бы, ну такое выгодное месторасположение, но при этом такой как будто бы вырезанный кусок. И любопытно, что возможно в этом куске как раз и есть разгадка вот этого особенности Тервара Ле Перьер. Там в этом маленьком белом кусочке находится заброшенный карьер, видимо, где добывали известняк, то какие-то обломки, останки после добычи известняка просто выбрасывались в близлежащие участки и возможно обилие мелких камней известняковых Ле Перьер как раз из-за того, что собственно из-за этого карьера эти камни разбрасывались, потому что у соседей Ле Камбет, Ле Фер, Клавайон там отсутствуют такие мелкие камни, то есть совершенно другой тип почвы, а вот Ле Перьер просто он усыпан маленькими белыми камнями известнякового происхождения, так что возможно здесь таится разгадка. Вина Ле Перьер достаточно доступная, то есть меньше 100 евро без НДС и опять же созвездие Великих Виноделов здесь также присутствует. И последний участок пример Клю, о котором бы я хотел сказать в этой центральной части, это Клодо-Легарен, участок полтора гектара, который теоретически относится к Шанкане, практически во владении одного собственника Демажента, но по долгому контракту практически все управление осуществляется большим негативом Кангу-Ижадо. Также у Поля Перно здесь есть совсем большое владение и они хоть производят изредка вино под своей этикеткой, но традиционно все вино, виноград дают Жозе Падруэн и Клодо-Легарен вы скорее всего увидите под этикетками двух крупных негациантов у Ижадо и Жозе Друэн. Стилистически эти вина больше похожи на Фалатьер, особенно его нижней части, чем Шамкане, к которому как бы географически и теоретически относятся, поэтому я бы его рассматривал больше как участок центральной части Пулини Монроше, схожий по стилистике с Фалатьер. Я считаю, что эти вина выигрывают в номинации лучшее соотношение цены и качества, потому что стилистически и по своему такому характеру они являются таким ярким примером лучших Пулини Монроше, при этом стоимость на рынке не превышает 80 евро без НДС. Возможно это отчасти потому, что на рынке вина представлена в большей степени двумя крупными негациантами но тем не менее уровень их качества не вызывает никаких сомнений поэтому если вам попадется вино Кодели Гарен от этих производителей смело берите попробуйте я думаю что останетесь довольны потому что их стоимость не столь высока в сравнении с более именитыми соседями. и последняя группа участков премьер Крюл которые находятся в непосредственной близости с участками уровня Гранд Крюл и первый участок это Кайре довольно маленький всего лишь 3,3 гектара он находится по сути является продолжением легендарного Гранд Крюл Ман Роше с той лишь разницей что экспозиция Ле Кайре немножко все-таки обращена в большей степени обращена на восток в том как Ман Роше смотрит на юго-восток и вот эта вот небольшая разница в экспозиции на самом деле определяет разность качества и величие вот этих вот двух трюлеров еще у Ле Кайре чуть больше чуть более каменистый верхний слой отсюда собственное название Ле Кайре и вина опять же из этого маленького элемента немного уступает немного как сильно сказано значительно все-таки уступает по уровню Гранд Крюл самым большим землевладельцем пример Крюл является Жан Шартрон и долгое время у него был по сути большой анклав монопольный участок который назывался Кло Ле Кайре но к великому сожалению не так давно понимаю что из-за вопросов налогов наследования им пришлось продать часть этого участка другим собственникам поэтому потерял свой монопольный статус вот это Кло Ле Кайре больше не является монопольным поэтому жалко на факт еще интересно что Жан Шартрон производит с этого участка очень небольшое количество пино-нуар этот пино-нуар не является чем-то таким выдающимся с точки зрения своего качества этого вкуса но это довольно редкое вино потому что это очень классный перуар конечно прежде всего его классность для Шардоне но тем не менее пино-нуар является такой может быть даже коллекционной имеет коллекционную ценность от Жан Шартрон с этого участка поэтому Пури Ниман вообще премьер Крюрж Жан Шартрон это такое интересное вино если встретите то купите попробуйте довольно любопытно при том что это непосредственный сосед Гран Крюрж здесь стоимость вин как ни странно посмотрел по рынку не такая высокая поэтому может быть сейчас то самое время когда нужно бежать и покупать себе Кайре потому что чуть выше 100 евро можно найти такие варианты еще один представитель высшей лиги например Крюрж Пури Ниман Роше это участок Лепусель он чуть-чуть больше 5 гектар и в том числе включает в себя еще один анклав Клодемекс здесь стилистически это вино похоже на своего соседа Гран Крюрж является Батар Ман Роше и Бен Беню Батар Ман Роше эти вина чуточку более насыщенные в них преобладают белые цветы мед почва очень близка по составу Батар но опять же есть нюансы чуть больше толщая глубина вот этого верхнего слоя отсюда лоза себя чувствует немножко вальяжно и дает больше урожай что отсюда следует меньшая концентрация поэтому сравнивая вина Ле Пуссель и Бен Беню Батар Ман Роше вы почувствуете что Ле Пуссель чуточку вина менее концентрированная не такие как Гран Крюрж при этом это вино потрясающей элегантности и действительно входит в самой верхней табли рангах поли Ман Роше кроме того что эти вина деликатные элегантные они еще обладают огромным потенциалом долголетия то есть вина Ле Пуссель 15 опять же 20 лет после урожая на уровне великих Гран Крюрж примерно тот же возраст когда они по сути в полной красе здесь безусловно стоит обратить внимание на вина от и в том числе есть маленький монопольный участок анклав который называется Кло Деля Пуссель принадлежит тому же Шатрону находится вот здесь в этой части и этот маленький монопольный участок он обнесен исторической огорожен каменной стеной отсюда название Кло Кло Деля Пуссель это очень интересное вино и я его точно рекомендую попробовать наверное в заключение я хочу сказать про еще одно один участок пример Крю Ле Де Муазель с ним несколько довольно интересная история дело в том что Ле Де Муазель это историческое название Льо Ди которое некоторое время назад его часть была классифицирована в Гран-Крю и вот на карте видно что верхняя часть Ле Де Муазель относится сейчас к Шевальон-Ваше это уровень Гран-Крю при этом нижняя часть посклонной Ле Де Муазель которая является непосредственным продолжением Гран-Крю Ма-Роше остается пример Крю при этом если вы посмотрите кадастровые карты то на них нету такого людей как Ле Де Муазель и всегда остается загадкой где непосредственно находятся границы Ле Де Муазель потому что видно под эти этикетки есть у Филипп Калан и Жадо которые совершенно отчетливо говорят что это пример Крюля Де Муазель но в кадастровых картах этот Ле Ди не присутствует и это все классифицировано именно по кадастру как Ле Ка Лере любопытно но факт в силу своей редкости и вот такой истории что часть этого участка была промотирована в Гранд Крю отсюда и стоимость то есть средняя стоимость Ле Де Муазель 150 160 евро без мгрец что ставит конкретно Вина Сэквити кепка наверное по стоимости делает их самыми дорогими среди пулини Манраше на этом я закончу свой экскурс путешествия по карте по участкам и хотел бы рассказать о двух очень важных финноделах для пулини Манраше первый из них это домен с очень большой серьезной историей является своего рода такой иконой пулини Манраше есть ряд причин почему Ле Флэф так известен и так важен прежде всего они обладают очень серьезной коллекцией одной из самых внушительных коллекций участков лучших участков история история этого домена уходит в веке в начало 18 века и новейшая история прослеживается с начала 20 века когда Жозеф Ле Флэф начал строить современную версию домена он начал постепенно расширять владение до 25 гектар его сын Винсент продолжил дело отца и приобрел посчастливилось приобрести участок маленький участок в Гран-Крюмон-Роше что происходит крайне редко всего лишь восемь соток у них в Ле Манраше но тем не менее это наверное самое главное приобретение такое алмаз бриллианта в короне этого домена также у них есть участки приличные участки по своим размерам в других Гран-Крюм это Швале Манраше и Батар Манраше и Беню Батар Манраше то есть практически полная коллекция и высшая лига Пунини Манраше Пуссель Камбет Фалати Кавейон есть в их портфеле причем обратите внимание участки достаточно большие только Пуссель у них три гектара дочь Винсента Анна Клод возглавила дом в начале девяностых и именно она начала экспериментировать с биодинамикой как я рассказывал выше эти эксперименты продолжались чуть менее десяти лет когда они по сути одновременно сравнивали вина которые были с участков которые возделывались по органическим принципам по биодинамическим принципам и по традиционному земледелию и сравнивая эти результаты на протяжении почти десяти лет они пришли однозначно к выводу что биодинамика дает наиболее интересные результаты ягоды там здоровые и с точки зрения урожайности общего здоровья ЛОС у них это не оставило никаких сомнений примерно в это же время домен или там семью покидает Оливье Лефлев и основывает свой собственный бизнес негацианский бизнес который сегодня является очень крупным и заметным игроком в Белой Бургундии и не только Оливье Лефлев вы видели он часто фигурирует в моих рекомендациях смело можно брать вина этого производителя причем у него частично участки которые исторически семейные от домена Лефлев а частично это негацианские то есть покупные вина покупной виноград но достаточно серьезный производитель Анна Клод ушла из жизни сравнительно недавно в 2015 году ее наследником стал Ви де Ла Марантье ее племянник и проправнук Жосе Лефлева при этом за виноделие в домене Лефлев сейчас отвечает Эрик Леми тоже достаточно известный человек который принял на себя обязанности Пьера Маре долгое время был виноделом в домене Лефлев то есть в Пулини и вообще в Бургундии это достаточно теже плетено то есть Пьер Маре тоже известная фигура с одной стороны он отвечал виноделие в домене Лефлев а с другой стороны также является собственником одноименного своего домена сейчас Пьер Маре вышел на пенсию и отвечает на деле Эрик Леми при том что в философии домен Лефлев всегда являлось здоровье ягод отсюда собственно выбор биодинамики отсюда пристальное качество к сортировке сортировка происходит ягод два раза первая на виногарнике вторая непосредственно перед прессованием после прессовки около суток перед ферментацией сок выстаивается ферментация и последующая выдержка проходят в дубовых почках классический подход на деле но при этом использование нового дуба очень щадящее чем ниже в иерархии вина тем меньше нового дуба до 10% и до 30% для лучших премьер крю вляжная получается уровень 20% нового дуба при этом вино с участка манраше напомню всего лишь 8 соток то есть это очень маленький объем в зависимости от погодных климатических условий этот объем собранного винограда может очень сильно варьироваться поэтому они практически каждый раз специально заказывают новую бочку специально под объем этого конкретного года урожая и вина манраше выдерживается в отдельной новой бочке поэтому можно сказать что для манраше процент нового дуба составляет 100% ботанаж гораздо реже практикуется сегодня в домене лифлеф тому есть несколько причин с одной стороны это стилистика вин которая сегодня в фаворе это вина более легкие более редуктивные а ботанаж использовался раньше для того чтобы вина были более насыщенными более мясистыми но в то же время казалось что это одна из причин одна из многих причин тем не менее важных которые привели к такой болезни которая поразила большое количество вин белой бургундии так называемый премокс прематур оксидейшн то есть раннее окисление оксидация нежелательная вин и домен лифлеф очень сильно пострадал от этого недуга вина домена с конца 90-х практически там до 2010 2013 года имели огромный процент премокса и домен предпринял большие усилия для того чтобы победить премокс и сейчас и в том числе одна из мер которая была принята это сокращение ботоннажа сейчас вина стали гораздо легче чем они были например раньше выдержка в дефлеф традиционно чуть менее полутора лет 16 месяцев и после того как вина провели время в почке в дубовой после этого они переливаются в чаны из нервейшей стали что является такой стандартной практикой в пулини и после чего они отстаиваются несколько месяцев при необходимости фильтруются и уже разливаются бутылкам то есть получается что весь элеваж в демоне дефлеф происходит около двух лет после урожая то есть достаточно долгий элеваж вина дефлеф это однозначная рекомендация к покупке вина достаточно дорогие то есть они находятся в высшей категории по сравнению с другими винами с тех участков но они однозначно того стоят потому что это классика это визитная карточка пулини но с оговоркой что вина получается где-то 10 почти 15 лет имели очень высокий риск примокса поэтому если вам попалась бутылка скажем так моложе 2013 года можно смело ее покупать там риски соединены практически к нулю а вот вина старшая там может быть все не очень хорошо следующий важный винодел для полиумен роше это Etienne Soze этот домен сравнительно молодой по сравнению с Let's Live его история чуть меньше 100 лет интересно что этот домен ставит такую довольно интересную историю что он на протяжении нескольких десятилетий расширялся и достиг общего владения почти 7,5 гектар и в 1989 году дочь его создателя Etienne она разделила виноградники между своими тремя сыновьями Жан-Марк Анри и Жанин они получили скажем так равные доли по 2,5 гектара виноградников и каждый из них решил продолжить свою собственную карьеру Жан-Марк запустил собственную марку Анри арендовал свою долю обратно в домен и он сосредоточил внимание на своем домене и запустил медицианский бизнес а Жанин и ее муж Жар-Будо остались управлять продолжили управлять домом Кен-Сузе и собственно они являются продолжателями этой линии но при этом они остались лишь с 2,5 гектар на руках им пришлось восполнять докупать недостающие объемы и поэтому у них появилась в том числе негацианская марка которой они решили оставить то же самое название то есть вина которые вы увидите на полках они будут всегда называться Кен-Сузе но нужно понимать что часть из них это негацианские а частично это собственные но при этом они никак не различаются в подходе к своему производству то есть они по сути ничем не отличаются это особо техническая деталь сегодня домом Кен-Сузе управляют дочь и зять Жарара Жанин Эмили Эмили Бенуарихо и если говорить про стилистику подход к принадлению этого домена то здесь здесь фокус на оптимальной зрелости винограда и надо сказать что требует достаточно больших усилий это определенные манипуляции своевременные и правильные подрезки в взаимной винограднике это достаточно внимательное отношение к времени сбора винограда когда он достиг с одной стороны оптимальной зрелости но при этом не переспел и нет риска возникновения батритиса то есть невелости сортировка также происходит на винограднике и непосредственно на винодельне сок выдерживается около полудня и все вина кроме региональной бургундии верифицируется в дубе на использование собственных дрожжей ТНСЗ также использует органические биодинамические подходки к управлению своими виноградниками у них также совершенно классические как и домены Лифлеев проходка виноделия они используют чуть больше может быть процентного дуба от 20 до 40 процентов соответственно вина выше по иерархии получают чуть больше процентного дуба выдержка сравнения с Лифлеев чуть-чуть меньше где-то около года выдерживается в дубовых бочках затем переливается также в нержавеющую сталь и дополнительно отстаивается еще около года затем всегда фильтруется перед розливом и надо сказать что статистические вина ТНСЗ это такая классика то есть это я считаю своего рода крестоматийным виноделом для поли-ни-мон-роше и благо у ТНСЗ в портфеле по сути коллекция всех основных участков поли-ни-мон-роше поэтому можно так хорошо пройтись по разным участкам поли-ни-мон-роше вместе с ТНСЗ и посмотреть на те нюансы которые дают разные участки при том что виноделие которое у ТНСЗ оно в принципе не дает никакой дополнительной окраски никаких косметических украшателей то есть по сути фокус на выражение терруара собственно то за что мы любим поли-ни-мон-роше ТНСЗ это умеет невероятно классно показывать я наверное выделил бы что у ТНСЗ к сожалению среди собственных виноградников коллекция уступает коллекции но за счет именно покупного винограда каких-то контрактов у ТНСЗ в том числе есть вина Шевалье Мон-Роше Мон-Роше то есть это вина по контрактам ТНСЗ с точки зрения своей стоимости заметно дешевле чем Defleve поэтому если выбирать по стоимости то ТНСЗ в таком средне-высоком ценовом сегменте по сравнению с другими производителями опять же повторюсь что это местный производитель находящийся непосредственно в поли-ни-мон-Роше имеющий получается более 9 гектар виноградников непосредственно в поли-ни-мон-Роше хотел бы пару слов сказать о молодых но перспективных виноделах или о тех производителях которые потерпевают некоторые изменения в последнее время начну начнут с двух отпрысков известного винодела домена Корион его два сына Жак Корион и Франсуа Корион каждый основали свою собственную марку и Жак Корион все-таки продолжает цилистически дело своего отца его вина его подход к винодели похож на то что делал его отец это вина достаточно сдержанная которым требуется некоторое время для того чтобы они себя показали и все вручную пневмопресс фигментация и выдержка в бочках примерно как у Тен Созе около года так же как у Тен Созе полгода встали ну такое своего рода классика систематийная белая бургундия Франсуа Корион его брат он придерживается чуточку другого взгляда его вина более насыщенная он предпочитает скажем чуть больше используя дуб чуть больше батонаж его вина такие более яркие и наверное более открытые практически практически сразу то есть они не требуют какой-то длительной выдержки они себя проявляют практически сразу поступают в продажу и так же Франсуа Корион предпочитает более поздний сбор то есть вина которые набрали больше зрелости вот эти все маленькие нюансы они превращаются в итоге в несколько другую стилистику вин еще любопытный винодел по сути восходящая звезда это Дамак колярдо это микродомен если я не ошибаюсь у него там порядка двух двух с половиной гитар виноградников он также поклонник последователей вот такого супер классического подхода к виноделию терминтации леваж в дубе три месяца перед разливаем перед розливаем по бутылкам выдерживает стали вот его наверное можно стилистически сравнить с Жак Кореон то есть новое имя на небосклоне Пулини который делает тоже очень интересные и самое главное перспективные вина поэтому я думаю пока они сильно не взлетели в цене точно можно их поискать и к сожалению их не так много еще один виновдел о котором хочется поговорить это Винуа НТ его вина интересна тем что он отходит от использования нового дуба он предпочитает больше работать со сталью если это бочки то это бочки большего размера соответственно более нейтральные он предпочитает медленное долгое крисование целыми гвоздями и в итоге его вина получаются такие более структурные он добивается более низкого уровня пиаш то есть кислотность более выраженная и его вина получаются просто пронзительные чистые очень своего рода отражающие в полной мере теруар подчеркивающие его минеральность свежесть яркость цветочность и фруктовость те вина которые требуют такого долгого развития поэтому скорее всего вина молодые будут достаточно сдержанные может быть те вина которые требуют наверное определенной выдержки в бутылке в зависимости безусловно своего статуса иерархии но вот если вы любите вот такую чистоту пронзительной теруарности винах то Бенуа это вот то есть это еще дальше от Леф-Леф в сторону такой вот чистоты легкости еще один производитель который сейчас явно набирает обороты Шавишуэ сейчас в обоведом стоит молодой винодел который продолжает долгие давние традиции домена его вина они отличаются такой тоже сейчас модной тонкостью пронзительностью минеральностью резкостью но не уход в такую явную редукцию а вот больше по пронзительность вина также требующая наверное определенного выдержки в бутылке использует не так много нового дуба то есть практически не использует дуб то есть он 20% для лучших пилосионов то есть он для участков премьер-криу интересный производитель довольно широкий портфель вин-пулини так что обратите на него внимание пока цены его тоже высоко не взлетели и в заключении хочу отметить что Жан Шартрон о котором я много раз уже говорил тот самый которого было два монопольных участка лучших премьер-клю один из которых перестал быть монопольным но до сих пор остается в его неналичном владении этот домен который переживал такую странную историю потому что долгое время его качество сильно ухудшилось испортилось и я думаю что где-то там начало конец 90-х начало 2000-х эти вина не ассоциировались с каким-то высоким качеством особенно учитывая те теруары с которых Жан Шартрон производил свои вина но последние 10 лет все мне кажется радикально изменилось сейчас происходит своего рода ренессанс этого домена и качество радикально улучшилось поэтому Жан Шартрон последних 10 лет это очень интересная яркая вина которая полностью отражает тот теруар к которому они относятся иногда даже его превосходит поэтому еще раз хочу напомнить про монопольный участок Клода Пюссель который особенно последние 5-7-10 лет совершенно другого качества чем вина с начала 2000-х конца 90-х спасибо что досмотрели до конца по ссылке под этим видео вы найдете полную презентацию пожалуйста скачивайте кроме этого я поделился ссылками на другие полезные ресурсы большое спасибо и хороших вам винах до конца